Ребят, привет. Доброе утро. Да, доброе утро. Вот мы очень рано сегодня встречаемся. Спасибо, что вы встали пораньше, чтобы прийти, записать этот отзыв. Расскажите, откуда вы приехали, как ваши имена? Представьтесь, пожалуйста. Мы приехали из Абхазии. Меня зовут Евгения. Меня зовут Евгения. Здорово, добро пожаловать. Вам здесь было совсем недалеко добираться до Сочи. А почему выбрали вообще ретрит Светланы Лавровой? Расскажи. Потому что мы с ней лично встретились на фестивале Возрождения. Мы почувствовали, увидели, что человек говорит истину, правду, что он придумывает, что это неначительно, что это ее прожитая жизнь. И это очень зацепило и стало интересно. Диля, для тебя это как было? Ну, вот на том этапе, когда на восхождении вы встретились? Тоже так же тебя прям зацепило сразу? Ну, для меня это было просто интересно. Муж пошел, потом говорит, давайте входим вместе. Вот. Ну, про наедах я это все-таки услышала и как бы решила сходить посмотреть. Вот. Сначала. Пришла как бы, ну, я тоже, не знаю, занималась этими глотаниями, вот, и поэтому знаю это состояние. Как бы считала, что на самом деле как бы она не ест. И, да, и то, что вот она болела, и потому что, ну, честно, искренне, то есть, очень зашло глубоко, поэтому появилось желание приехать и, можно сказать, узнать себя. А что значит считала? Ну, как-то нет. Ну, просто простым языком объясни просто, чтобы было понятно и ясно для людей, это раскрытая информация. Ну, для себя я считываю людей просто своими состояниями, как бы, вот, направляя на человека и пытаясь почувствовать, что он это человек. Ну, как бы, вот, направила свою энергию и, как бы, вот. Считала это поле. Угу. Я сейчас вас попрошу сделать одну вещь. Жень, возьми, пожалуйста, альбом. Вот. И, и, и маркер. Или ручку, вот, в этом пенале. Не знаю, что тебе больше хочется. Без разницы. Напиши, пожалуйста, возьми себе листик и дай им листик Дили. Ребят, напишите одно слово. Ну, лучше маркер, наверное, да, чтобы было видно на камеру, потом я покажу. Да, напиши одно слово Дили, которое у тебя ассоциируется с этим ретритом. Вот этот ретрит для тебя, так что. Пиши крупно, чтобы я могла показать на камере. Жень, возьми маркер, ладно, потом и Дили. Хорошо. Написала, да? Можно поближе? Да, вот так вот. Угу. Так, а для тебя глубоко. Слушай, Дили, почему любовь? Ну, потому что, наверное, во мне расстылась любовь. Я приехала в одном состоянии, а сейчас я чувствую просто везде. Благодаря чему? Благодаря, наверное, твоим и тем процессам, которые нашли. В каких состояниях приехала? Как первые дни провела? Состояние боли, обиды. То есть у меня были шины. За последние годы какие-то хронические заболевания. На ретрите у меня начало все скрываться. Я начала понимать, даже сама понимать причины своих болезней. Начала убирать вот страхи, там, любовь и обиды. Как себя чувствовала в первые дни в группе, с группой? Ну, первые дни меня все раздражало. Первый день, это буквально один день был. Вот. И потому что у меня было такое состояние, и люди меня даже как-то были. Вот. И все. Потом на втором у меня все изменилось. А что пересчелкнуло? Что было с тем триггером, когда переворот вот этот произошел? Ну, наверное, толчок сильно гвоздя состояния не удал. У меня постоянно гвоздяк, у меня сразу все выпустилось. И как-то все, пошли в лучший процесс. Но хочу сказать, что достаточно находиться просто в поле Светланы. И все процессы, и сами все равно происходит. То есть у меня это так. Вот. То есть я уже даже молчать и просто находиться рядом. И все это уже скрывается. Оно просто помогает, как бы, что ты видишь, то, что ты сам видишь. Жень, ты написал, что для тебя слово «глубоко», этот ретрит – это «глубоко». Расскажи, почему именно так? Ну, потому что Светлана раскрыла какие-то знания. Очень простые, на самом деле. Они вроде все лежат на поверхности. Но они зашли очень глубоко. Потому что раньше я даже что-то знал. Оно вот так все время болтыхралось. Сейчас глубоко в меня те знания вошли. И там начинаются процессы, и они начинают работать. А как для вас прошла практика с бубном? Вот особенно последняя, новая, вот эта медитация, которая Светлана давала с бубном? Ну, я уже говорил в тот раз. Прошло наполовину очень интересно. Получилось прочувствовать наполовину все-таки ум. Мысли не выкидывали периодически. Но само состояние после этого я словил свое тело вот такими большими силами. Это было здорово. Ну, и сломанная рука у меня перестала болеть. Когда мы чистили кровь и все клетки. И я прямо в этом месте почувствовал затык, потом боль. Ну, она почти прошла плечистки. И на утром встала, уже рука практически не болела. Ну, совсем чуть-чуть достаточно. Ну, не деканство. Да, это была медитация, где мы гармонизировали, меняли структуру нашей крови. Мощная. То есть реально у тебя болела рука, сейчас она не болит. Да. Ну, она совсем чуть-чуть болит. Раньше она… Сломанная рука, да? Ну, да. Недавно сломала ее. Достаточно где-то боль, напряжение какое-то в нем. Оно постоянно таким… Ну, как ноль, да. И уже привыкаешь к этому состоянию. Ходишь, вроде не замечаешь, но к концу дня, когда от всего отличаешься, и прям чувствуешь, что здесь сильно болит. Ну, или утром просыпаешься, даже на слое. Сейчас этого нет. Вот интересно, были ли какие-то ожидания, когда ехали на литрит? И вот как сейчас Вы смотрите? Вот я думала, что здесь будет так, а на самом деле здесь вот так. Вот картинка, если посмотреть в сервинах ожиданий реальность, можете сказать? Ну, так, в двух словах буквально. Чего точно не ожидали? Я точно ехал без ожиданий. Потому что у меня уже есть опыт, что ожидания никогда не оправдываются. И чтобы не славлять разочарование, что-то еще, я ехал без ожиданий. Даже раньше я бы, может быть, мог представить, какая у нас глупость, что там за литрит. Да? Сейчас я это все отпустил и просто ехал, принимаюсь. Ну, все как есть. Поэтому все прошло очень хорошо. Первый день, да, тоже у меня в комнате какие-то моменты приближали. Расдражали, да? Что-то не так? Потом, когда прошел первый день, пришли знания, вот это осуждение, все, оно как бы ушло. Ну, или ты стала благлавной, более четкой. Поэтому стало намного проще, легче. Ну, все прошло. Я допускаю мысль, что оно никуда не ушло. У нас просто в поле мы в какую-то лучшую версию себя. Это моя мысль, я не знаю. Вот. А возвращаясь в обычную жизнь, нам все равно приходится самим, как бы, на этот уровень себя же снова подняться, но уже одним, без вот группы, да, без поля Светланы. Ну, себя переделаешь только сам. Конечно, да. Поэтому мы получили знания какие-то. и дальше нам действовать, делать и трудиться над собой. А для кого бы Вы рекомендовали это мероприятие? Вот кто этот человек, кому вот сюда вообще? Кому зайдет? Кому это надо? Ну, я думаю, любой, кто хочет узнать, кто он есть на самом деле. Он меняет. Потому что, на самом деле, он меняет. Это в жизни самое важное. Только что, ценнее есть еще. Ну, рекомендация. Я не могу как-то людей сортировать, кому подойдет, кому не подойдет. Это действительно человек должен чувствовать, и у него должно быть желание быть. Потому что, если ты приходишь к врачу, и у тебя есть желание вылечиться, ты будешь его рекомендации соблюдать. Если ты приходишь к врачу просто проверить, ну, что за врач, что он мне даст, он мне какую-то фигню назначил, сам оценил, и там, это я буду делать, это не буду. Ну, смысла от этого нет. Здесь должно идти изнутри, ну, с сильным желанием, действительно, разобраться в себе, в этом мире, там, еще в каких-то вещах. И вот, когда есть этот позыв, то, прям, не знаю, находятся силы, возможности приехать. Мы, например, до последнего времени не знали, поедет или нет, потому что нам не с ним было оставить детей. Ну, запрос был, и так случилось, что нам позвонила мама, говорит, хочу приехать к вам в гости. Так само случилось даже, да? Ну, само не само, но вот оно так произошло. Я сейчас не могу сказать, кто это сделал, как сделал, но это сделать. И, да, мы очень сильно хотели, и все дело я вам ответила, поэтому приехала мама, осталась с детьми, и мы спокойно поехали сюда, и здесь у нас расслабленное состояние, что мы с чужими, там, тети, дяди, кто за ними присматривает, как мы спокойно, расслабленно уже здесь находились. Расскажите еще поподробнее про практику на гвоздях, которую проводила Ирина Дмитриева. Как это для вас было? Ну, я, например, стояла первый раз, даже не была уверена, что это вообще простая гвоздь, но, как бы, она очень хороший проводник, вот, видит все процессы, которые происходят, очень хорошо помогают ему, просто, не знаю, тоже столько, но для меня было это очень мощно. Ну, скажи в двух словах развернись, что значит мощно, потому что, понятно, ты внутри процесса, ты понимаешь, что ты это вкладываешь, а вот что такое мощно, что такое хороший проводник, как это? Мощно, но для меня мощно, что такое ощущение, что у меня было очень много слоев, много какой-то боли в теле, там все, на гвоздях это все просто убиралось, уходило, то есть, эмоции выходили, и, как бы, после гвоздей, даже не после гвоздей, уже было время, я уже, можно сказать, вылетела из тела. Почувствовала легче, да. Да, вот так стало легко и хорошо, и вот, чувствую концепцию. Я даже узнала то, что, как бы, я про себя не знала много всего интересного. Твои тонкие планы? Да. То есть, она, как бы, видит какого-то, что… Ну, то есть, она энергопроводник, да, который тебе подсвятил какие-то вещи. Почему-то? А может, ты знала? Ну, нет, я знала. Но ты была не уверена. Да, да. Она мне прямо это сказала, и вот для меня это было очень ценно. Там же, как раз, у нее запросы, раскрытие себя, и все, прям, все как надо. Гвоздь – удивительный инструмент. Жень, ты как его прошел? У меня гвозди, во-первых, для начала открылись совсем с другой стороны. Потому что моё представление о гвоздях было, что ты стоишь и… С каменным лицом. Тренируешь терпение какое-то, выносливость, наверное, не знаю. Плюс, ну, уже перед ретритом я где-то как-то попал в статья, прочитал, что там учится расслаблять. Причем расслаблять и тело, и ум. Потому что пока ты не расслабишься, тебе как бы будет больно. Я, ну, понял, что гвозди – это как тренажер какой-то. С помощью ее процессов, вот, с ее энергией, поддержкой. Потому что я хотел соскочить буквально там через 10-15 секунд. Было невыносимо жжение, боль. Но она меня удержала, как всегда своей энергией успокоила. Что-то там почистила, не знаю. Ну, спасибо ей, конечно, огромное. Гвозди для меня открылись с другой совсем стороны. И теперь я смотрю, что это классная штука. Очень интересно. Но вот сам бы я так никогда бы не зашел, не сделал. Хорошо, что я попал первый раз в путь. Сейчас, ну, дома или где-то уже можно самим начать практикально. Потому что уже есть понимание, уже есть первый опыт. И вот эта первая боль, наверное, как-то снялась, накопливаясь там за все годы. Потому что без Светланы ее самому вот так вот себя на гвоздях скинуть. Это просто нереально. Как вчера для Вас прошла, ребят, игра «Трансформационная радуга», которую проводила Ирина Дмитриева? Я для себя определила путь. Был запрос на игру. Я определила путь, как на меня пойти, что сейчас мне нужно пробовать. То есть она просто подсветила какие-то моменты. Ну, тебе интересно было в этом процессе? Да, интересно. Что-то полезное для себя ты взяла в какие-то моменты? Да. В принципе, я как бы не понимала, что это есть. Увидела, да? Да. Как мне работать, с чем идти дальше. Чтобы не обниматься. Ты вот, если даже есть, я разобралась. А для тебя, Жень? Ну, игра – это как своеобразная карта. Когда у тебя просто в голове ищешь ответы, это одно. Когда ты открываешь карту и видишь, вот здесь гора, здесь вода, здесь дерево угрошенное. Как тебе можно это обойти? Каким путем пройти, какие шаги сделать? И причем Ира очень классно на каждый запрос один и тот же выходший шаг интерпретировала, расшифровывала. Для каждого по-звоему? Для каждого человека, да. Это тоже очень ценно, важно. Потому что не просто общее описание дать, а она именно вглублялась, что если у человека этот запрос, то вот на этом шаге, хотя мы стояли это так вот. У него это выглядит так, а у меня это выглядит так. О, круто. Это очень круто, что разносторонним. Даже были моменты, что у одной и той же медали были две странные, что у данного человека могут эти шаги сделать, а у меня, например, совсем не надо. Хотя понятия одно и то же. Поэтому, ну да, было очень интересно, круто, и я не ожидал. Мне всегда казалось, что ну такая простая поверхностная игра здесь была действительно. То, что у меня внутри, это глубоко. На самом деле и гвозди, и игра это лишь инструмент в руках того человека, который с помощью его раскрывает, помогает нам раскрыть себя. Поэтому, конечно, это во многом раскрывается благодаря тому, кто владеет этим инструментом. Ну так же, как все же знают, как построить дом. У всех есть бревна, попоры, гвозди. Адамата, однако, разные получаются. Ребята, что бы вы хотели пожелать сами себе на ближайшее время, вот после ретрита? Давайте эти пожелания вытянем в карты метафорические. Это, кстати, карты Ирины из, по-моему, игры «Мой мир», если я не ошибаюсь. Хотите так сделать желания самим себе из вот этих вот карт? Ну и насколько это вообще совпадает? Насколько они действительно отразили то, что на душе? Ну, у меня появилась карта целостности. Угу. Ну, я и хотел сказать, что после ретрита с этими знаниями надо будет работать над собой и собрать себя. Собрать себя. Целостность. Подходит, да. Будем собираться, да. Это то, чего я хочу. А у тебя один? У меня выпала карта жадность. Так. Это про то, чтобы отпустить старое и отпустить динамику. То, что я здесь получила, чтобы дальше... Чтобы не держаться за свое все то, что тебя... Ну, так у меня нравится. Ты это и разбирала? Да. Да. Я как бы здесь открылась для себя с новой стороны. То есть поняла, что во мне так глубоко сидела. И даже сегодня ночью... Раньше я не могла разобраться со своими состояниями. Вот только с помощью психологов или еще какой-то помощи. А сегодня ночью у меня получилось увидеть, от чего у меня здесь боль. То есть я туда пошла внутрь. Умчила Светлана посмотреть. Селила себя, да? Да. Я разобралась, я увидела на самом деле причину. И меня вот выпустила. То есть это такая проблема, которая на здоровье. На сердце влияла. И вот проблемы со здоровьем. И получается я уже могу в этом состоянии себя исцелять. Чему я очень рада. Но мы ждем, когда ты будешь что делать и с другими людьми. У меня мурашки. Ребят, спасибо вам большое за этот прекрасный отзыв. За то, что вы пришли ко мне, ранние вташки мои. Что мы записали такое прекрасное послание всем другим ребятам, кто будет нас смотреть. Ну и конечно мы ждем вас на других наших встречах, программах и мероприятиях. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.